Приветствую вас. В чем именно вы хотите, хотели убедиться? Я, честно говоря, не понял, потому что, если вы хотели убедиться в том, что вы не хотите, чтобы с вами повторилось то, что ну, было у вашего брата и его жены, то да, скорее всего, это так и есть, вы действительно, скорее всего, этого не хотите. Но здесь примечательно немножко другое. То, что вы этого не хотите, но вы не просто этого не хотите. Вас это ограничивает. Вас это именно ограничивает. То есть вы не делаете ничего. Вот в чем проблема. Вы именно пробуксовываете. Вот. Я думаю, что у вас есть некий О, некий страх. О, некий страх. Некий страх. Некий страх. Некий страх. О, ближайски. Страх отношения. Вот. А, страх. А, кветственности. Но самое здесь главное это то, что вы ставите условия сами себе, условия при которых вы можете выстраивать отношения. Даже вероятно не отдавая себе отсчета в том, что эти условия, они будут постоянно мотивировать вас сомневаться в искренности девушки, с которой вы будете встречаться. Потому что вы будете думать, что вот она со мной, потому что у меня есть работа, вот она со мной, потому что у меня есть что-то тут, вот она со мной, потому что у меня есть че-то, че-то, че-то момент и так далее. То есть, скорее всего, вот такая история будет, и, на мой взгляд, ничего хорошего для вас в этом нет, быть не может, в принципе, поэтому решать этот момент, конечно, вам, вне всякого сомнения. Ну, думайте мне, что я хотел бы подумать над фундаментным отношением. Ну, то есть, на каком фундаменте вы устраиваете свои отношения со, ну, с девушкой. На каком фундаменте вы устраиваете, например, сближаете, вот, если сближаете. Это тоже очень важный, на мой взгляд, момент, на который вам нужно обратить внимание. Дальше. Следующий важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание, это момент, связанный с тем, для чего вам отношения. Вообще. Зачем вам отношения? Почему вы, вот, грубо говоря, озаботились сейчас, да, почему вы сейчас озаботились тем, что у вас этих самых отношений нет. То есть, в определенный момент времени, вероятно, что-то произошло, что-то произошло, что вас, как-то вот, сподвигло, сподвигло, на то, чтобы задуматься об отношениях. Чего-то вам захотелось. Давайте подумаем, чего. Следующий важный момент. Судя по тому, что вы пишете, у вас в какой-то степени есть проблема с отцом. То есть, в том плане, что у вас всего не было. Правильно. Вот. И отец это один из основных и главных, я бы сказал, источников мужской модели поведения для мужчин. Соответственно, соответственно, тот факт, что вы не слишком успешно унижен, свидетельствует в том числе и об этом, что модели мужского поведения у вас нет. Вот. И вы по своей модели, может быть, даже похоже на женщину в какой-то степени. Если ведут себя женщины в определенном, ну, в определенном моменте времени, вероятно. Что, конечно же, они не слишком хорошо. И у женщины вызывает это отторжение, если не сказать больше. Ну, связано это понятно с вашей тревожностью и страхом. Вы боитесь. Чего? Боитесь, что будете ссорить и так далее. Кстати, здесь еще очень важный момент, связанный с тем, чем ссора пугает лично вас, почему вы не хотите ссорить. То есть, нет, это нормально, что вы ссорить не хотите, но в общем-то вас запугает. Если вас запугает, ну, нужно разобраться, потому что страх так или иначе способен будет вас направить. Вот. В сторону. Потому что за страхом очень часто открывается некая подробность, некое желание. Например, вы можете в своих страхах вы можете реализовывать некие неудовлетворенности, которые у вас есть, но которые другим образом, другим способом вы себе реализовать не дадите. Это, конечно, тоже может быть достаточно серьезной проблематикой в этом вопросе. Дальше. Давайте, значит, так, пройдемся по тексту. Мне 23 года, мне никогда не было девушкой, у меня с ними общения нормальные, но никогда не было в отношениях. Ну, зачем вам быть в отношениях? Поначал я не особо об этом, я не особо об этом задумывался, но за временем начал сейчас задумываться об этом. С каким временем? Что изменилось, что вы начали об этом думать? Очевидно же, что что-то поменял. Кто-то поменял. Вот. Ну, давайте постараемся как-то вот этот момент с вами определиться, то есть вот что изменилось, что могло поменять, поменять. Это реально. В вашей жизни, да, что-то произошло, что-то произошло, такое, что вас начало мотивировать. На то, чтобы вот вы думали об этом. Да, тут начали думать о том, что от никогда не было отношения. Допустим. Ну вот, соответственно, это важно понять. Важно понять, что стоит за этими изменениями, да? у вас, которые имеют место быть. Вот. Уровень. Уровень. Особенность ваших желаний. А-а-а-а. Уровень. 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 Особенность ваших потребностей. Уровень. Желаю сохранивать. Вот здесь. Дальше идем. Так. Иногда, я думаю, есть некая причина отсутствия собственного дома. Меня пугает мысль. Дом запутаться ночевать по квартире, ведь большинство сфер молодых семей, по-моему, наблюдение начинается с того, что у них нет постоянного места жительства. А-а-а-а. Ну, здесь не совсем, не совсем понятно, о каком большинстве, о каком, а-а-а-а, ну, о каком большинстве я говорите вы. Вот. Кто такое это большинство? Тоже, честно говоря, не явно. Вот. Потому что никакого большинства большинства не существует. Все очень индивидуально. В этом смысле все очень индивидуально. Вот. И, как бы, все люди из-за своих проблем индивидуальных. Хотя есть, безусловно, есть некие общие моменты, общие причины, общие аспекты. Какие? мои indebtough бы, что мы не skeptи shortage. Ну, в первую очередь, это страх. Это страх. silhouette. Страх в близостьitzerland с Nazis, у которых есть страх близости. Ссорятся люди, которые боятся сближения, боятся выражать свои чувства, боятся выражать свои эмоции, боятся выражать свои потребности, не говорят об этом, не говорят о том, что их беспокоят. И, соответственно, сдерживаются, сдерживают свои чувства, сдерживают свои эмоции, сдерживают свои проживания, и в итоге ничего хорошего из этого не получается. В итоге ничего хорошего из этого у людей не происходит, потому что эмоции вырываются исключительно лавинообразные, вот исключительно, я бы сказал, а, значит, так вот, неподсказуемо, да, исключительно неестественным способом. Вот, отсюда, соответственно, и страхи. Вот, отсюда, соответственно, и страхи перед всей близостью, потому что свои эмоции человек не способен принять. И отсюда возникает ссор. Другой странный ссор возникает из-за страха, в том числе сексуальной близости, то есть люди так снимают напряжение, вот, сексуальную в том числе тоже. Вот, вы удивитесь, но это очень, эм, ну, очень такой, эм, действенный способ, эм, снимать подобное напряжение, напряжение, вот, эм, и соответственно, эм, соответственно, эм, у таких людей есть запрет на эм, социальные отношения. То есть ссоры не происходят из-за, эм, эм, там, дома, да, из-за, там, какой-то вот бытовой, скажем так, ситуации. Нет, ссоры происходят из-за немножко других аспектов, совсем, вот, которые никак не связаны с конкретным местом проживания, например, людей. А вот то, что вы обобщаете, уходя из встречи, то это уже ваша достаточно, достаточно серьезная проблема. Следующий, отсутствие работы, тоже не маленькая сумма, я знаю, что утром сейчас могу устроиться на хорошую работу. Ну, здесь сразу же такая два вопроса, если вы можете эм, 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 ну, нас, Второй момент, это в какой-то степени то, о чем я говорил уже ранее, что если вы свои отношения будут выстраиваться по такому принципу, да, по принципу того, что какие-то условия я должен обеспечить, да, какие-то условия у меня должны быть для того, чтобы, значит, я мог вступить в одно в отношениях, то есть вероятность, это достаточно большой риск того, что в отношениях вы будете считать, если человек в отношениях старт, да, то ничего хорошего не получится и это как раз куда в большей степени может привести к конфликтам. Потому что искренность таких отношений совершенно справедливо ставится под помнение. Так что здесь ваше, собственно, неуверенность и страх. Другой вопрос, чего именно вы боитесь, то есть боитесь ли вы, к примеру, того, что вас отвергнут, что вас оттолкнут, что вас бросат и так далее. Вот, или у вас есть, допустим, страх с неудачей перед отношениями. Ну, в любом случае, это очень важный момент, но который вам нужно обратить свое внимание. Дальше. Дальше. Вот я себе и говорю, сначала обостровываю себе, благо только потом найду себе вторую половинку. Ну, совершенно непонятно, как это место с тобой связано. Если только вы не собираетесь со своей девушкой, даже после того, как начнете с ними встречаться, сразу снизит место. Ну, на самом деле, в общем, много порой заходит времени, прежде чем люди оказываются готовы к тому, чтобы жить вместе. Если вы старого пути, старого пути, это первое, второе, совершенно очевидно, вы оттягиваете то, что вам не нравится. И, значит, третье, это вы в какой-то степени идеализируете, на мой взгляд, вы идеализируете вторую половину. Как вы называете ее второй половину, ну, это, как бы, это неверно. Вторая половина или нет? Ваша. Я, наверное. Ну, вот. Это неверно. Будет ли она вашей второй половинкой? Или это просто девушка, с которой у вас, может быть, что-то получится? А, может быть, нет. Чего вы, в принципе, знать, ну, не можете, да и не должны. Вот. То есть тут, как вы, я надеюсь, понимаете, что происходит идеализация. И у идеализации всегда есть свои основания, свои причинные причины. И вам, вот именно, именно ваша задача, эти причины разобрать. То есть, поиссировать их и посмотреть. Дальше. Вот, я думаю, многие такие отговорки. Да. Да. Это отговорки. Когда был маленьким, брать ингенцирует со своей женой. По любому поводу, ссора начинается, когда его жена. А вам нужно изучить механизм ссоры. Вот. И увидеть. что есть и прекрасно существует. Абсолютно без конфликтного модела поведения. которые позволяют людям не ссориться. А ссориться. Вот. Ну, а этим, этим моделям поведения нужно просто обучаться. Это вот, к сожалению, не так вот работает, да, что сказал, и все, и сразу начал общаться там. Не конфликтно. Вот. А, еще я наобстанно ругался с моей сестрой, но до этого доходило до их личных драк. Ну, если честно, вы правы. Действительно, двум женщинам очень сложно бывало лжиться, потому что две хозяки, двух хозяек, ну, вообще говоря. Двум, двум хозяекам на одной, допустим, кухне уже сложно, они всегда будут бороться за успех, ну, за лидерство здесь и женщинам, в принципе, сложнее найти друг другом общий язык, чем мужчинам. Мужчинам в этом плане легче, гораздо. Вот. Это верно. Но, опять же, даже в этом случае все не так однозначно. Потому что женщина, женщина, рот и, как бы, нет одинаковых людей на свете, люди все разные и, женщина, например, ну, допустим, ваша женщина, например. Она может вести себя по-другому. Она может не с ней ссориться, не с вами, не с кем-либо. Понимаете? Понимаете? Если, ну, она, ну, как бы, адекватна. Понимаете? Такая штука. Вот. Поэтому идея здесь в целом достаточно простая. В этом смысл. Идея простая. А вот человек, как человек будет себя вести? Это, к сожалению, большой вопрос. Совершенно не факт, что, что люди могут однаково хорошо избегать конфликт. Вот. Поэтому здесь вот такой момент. Ещё раз надеюсь, что вы меня поняли, вот, надеюсь, что вы меня поняли и слышали, что все люди разные. Таких людей не бывает. Дальше. Так. Так. Могу ли быть такой же образникой, чтобы все это происходило со мной? Да, можете. Можете, вы можете. Да я сфотографом. Словно говоря, не научил адекватно с этим справлять. С этим справлять не умеет, не умеет, не умеет, не знаете, как себя вести в этой ситуации. Вот. И, в принципе, вас сложно непонятно в этой, в этой ситуации. Ну, вот, но со страхами можно и нужно что-то делать. Вот. Со страхами можно и нужно работать и можно и нужно преодолевать. Вот. Я уверен, что если вы, например, поработаете с психологом, вот, то ваши страхи уйдут. Вот. И если не все, то больше, ну, большинство уйдут. Вот. Вот это то, что я могу вам сказать. Опирать на то, что вы написали. Вот. Конечно, допускаю, что могу быть чем-то не прав и где-то могу быть, могу завершить ошибку. В интерпретации того, что говорил. Но, в целом, оно мне не такое. На этом все. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. КОНЕЦ